Прибыль нафтогаза за минувший год почти сравнялась с прибылью Газпрома. В 2017 году доход компании составил почти полтора миллиарда долларов. На чем зарабатывает нафтогаз, если значительной добычей собственного газа похвастаться не может, разбирались наши корреспонденты. Показатели прибыли бьют рекорды. Только за прошлые годы, исходя из отчета, который попал в руки журналистов, доход нафтогаза увеличился на 48% и теперь составляет полтора миллиарда долларов. К слову, российский монополист Газпром, работая на международном рынке, смог наторговать всего лишь на 150 миллионов долларов больше. Впрочем, уверены эксперты рынка, такое экономическое чудо, не подкрепленное собственной масштабной добычей, объяснить легко. Это прямый наследок срастания тарифов для населения. В то, чтобы выразумели, пропоную поднять их еще на 60%. Навряд ли все-таки сможет сравниться с такой величезной компанией Газпром. Газпром – это, в принципе, один из самых больших, чем называется, самых больших видобувников природного газа в мире. Догонять Газпром по прибыли нафтогаз намерен очередным поднятием тарифов. Уже с июня монополист просит у Кабмина поднять расценки для населения, при этом снизив льготный лимит. В его пределах НАК предлагает оставить тариф на уровне 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. В случае превышения минимального показателя придется платить уже 11 тысяч гривен, а с октября почти 11 с половиной тысяч. Эксперты утверждают, что нафтогаз намерен уравнять цену для населения и промышленности. В итоге вся нагрузка ляжет на госбюджет. При этом у нафтогаза есть все возможности безболезненно снизить стоимость газа. Тарифы можно снизить порядка вдвое. Мы говорим о том, что 3,5 тысячи гривен – это абсолютно подъемная цифра. Это моментально перестанет идти нагрузка на бюджет в виде субсидий. Да, это станет скромнее финансовый поток в пользу НАК «Нафтогаз Украины». Его руководству придется ужаться с точки зрения зарплатных аппетитов и премиальных. Свои зарплатные аппетиты руководство «Нафтогаза» показало еще в прошлом году. К слову, только в 2016-м глава компании Андрей Коболев задекларировал доход в 20 миллионов гривен. А вот официально отчитываться перед украинцами о своей зарплате в 2017-м он не намерен. На какие представления не приходил, почему и другие, и почему в последние годы не приходил. Ну, это уже, знаете, выглядит цинично, но это правда. Например, в проекте «Финплана» на этот год «Нафтогаз» пропонувал на себя, на «Нафтогаз» вдвече подвищать выдатки. Понимаете? До 4,2 миллиарда гривен. Выше на сам, сам только «Нафтогаз». Можно сделать там керевнисту зарплату не 2 миллиона гривен в месяц, а 4, конечно. Учитывая, что по закону управления «Нафтогаза» может и не афишировать перед простыми украинцами свои миллионные доходы и премии, можно лишь догадываться, какие именно суммы они заработали в прошлом году. Андрей Кровец, подробности, телеканал «Интер».